Инвалиды живут в одном из корпусов бывшего детского лагеря. Всего на загородной базе отдохнут представители 16 организаций инвалидов разных групп и возрастов. Заезды осуществляются еженедельно. Место для отдыха предоставлено бесплатно. Перевозками занимается муниципальное предприятие, а питание организовали предприниматели в рамках проекта «Шевская помощь». Инициатор проекта – заместитель председателя общественной палаты ОМО Виктор Шопен. Он решил лично убедиться, как проводят лето люди с ограниченными возможностями. У нас в Ангарске насчитывается около 26 тысяч инвалидов всех возрастов. И участие, безусловно, только городского или районного бюджета недостаточно, но по существующим объемам то, что мы имеем. Необходимо превратить его в систему, разобравшись с возможностями наших городских и районных организаций с привлечением бизнеса любых размеров. И малого, и среднего, и большого бизнеса. Вот тогда мы смогли бы что-то организовать. Бизнес и власть, они должны идти на встречу друг к другу в этих вопросах. Тем более, вот если мы сейчас рассматриваем положение ангарских инвалидов, это очень, так сказать, такой болевой вопрос. Он не только остро стоит у нас в Ангарске или в Иркутской области, но в России. Вместе с Виктором Шопеном базу отдыха посетил и глава города Владимир Жуков. Он внимательно осмотрел помещение и территорию. Как пояснил глава, чтобы привести объект в порядок, нужно передать его в ведение города. Разделение полномочий, оно негативно сказалось вообще на развитии всего. Сегодня бюджет района имеет вот эти все турбазы, но бюджет расходный. Все деньги уходят на зарплату. У них нет возможности ремонтировать. В бюджете города такая возможность есть. Но мы должны теперь это и может передать в город, и только потом мы имеем возможности, право тратить деньги. Иначе это будут нецелевые деньги. Вот эти все проблемы двоевластия, они здесь тоже дают свои результаты отрицательные. Специально для реабилитации инвалидов был оборудован тренажерный зал. В теплую погоду они катаются на ватрушках по оде. Работники социального центра «Сердечность» приезжают и устраивают для отдыхающих праздники, показывают спектакли, проводят дискотеки. В планах утеплить лагерь и дать возможность инвалидам отдыхать там в любое время года. Наши дети нигде не могут больше отдохнуть, как только вот здесь, на этой турбазе. Мы очень рады. Мы рады спонсорам, которые нам помогают. Мы рады возрождению этого проекта, потому что наши дети находятся на свежем воздухе. И не только наша организация одна здесь. Здесь у нас находится сейчас в данный момент 35 человек. Администрация города Ангарска уделяет внимание проблемам и нуждам людей с ограниченными возможностями. В этом году утверждена долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на территории города Ангарска. Она рассчитана до 2015 года. Совместный отдых, организованный для представителей общественных организаций инвалидов – один из важнейших шагов в реализации «Доступной среды в Ангарске». Проект «Шевская помощь» будет и в дальнейшем уделять пристальное внимание развитию вопроса социальной адаптации инвалидов. Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Дмитрий Новопашин. Местное время.